Итак, еще раз здравствуйте, дорогие телезрители, и у нас в гостях замечательная дама, это Галина Трутнева, это детский психолог высшей категории. Доброе утро! Доброе утро! Как проходит утро психолога обычно детского? Как вы сегодня проснулись? Не было для вас лета ранним подъемом? Ну, это был подъем немножко раньше, чем я обычно стою. Ну, кофе помогает, что еще? Да, кстати, да, мы потом отдельно подъем про кофе. Мы вас пригласили сегодня не случайно, потому что у нас, скажем так, очень часто бывают проблемы детской психологии, обычно так бывает, что у нас приходят сюда не только взрослые, но и дети, и у всех вопрос, как правильно общаться с ребенком, как правильно ввести его в этом мире, и вообще масса-масса вещей, я сам, допустим, родитель, для меня это вообще душистый трепещущий вопрос. Итак, с какими вопросами чаще всего приходят родители к детскому психологу? Давайте вот так построим. Какие вопросы? Ну, к детскому психологу идут родители уже, когда проблемы накопились. Предположим, что уже начали жаловаться воспитатели в детском саду, либо учителя в школе. На плохое поведение, наверное. Да, предположим, на то, что ребенок ведет себя агрессивно, или не умеет дружить, или наоборот замкнутый, прячется, детей сидит, ни с кем не играет. Либо родитель сам замечает что-то, что ребенок его полон страхов, не спит ночами, там просыпается, ему чуткие-то кошмары и страхи. Ну, либо какая-то психотравмирующая ситуация, в которой может возникнуть развод или уход кого-то из родственников. Ну, вот ребенок же у нас, как правило, он проецирует свое поведение от родителей, от тех, кто, допустим, ну, кого он видит, как люди, примера, да? Вот скажите, а кто все-таки больше нуждается в психологической помощи? Непосредственно сам ребенок или родитель, ну, или тот, допустим, опекун, воспитатель этого ребенка? Ну, конечно, до 10-11 лет, в первую очередь, все из семьи, поэтому нуждается в консультации, нуждается в помощи родителей, а не сам ребенок. А как они вообще готовы исправляться? Справляться. Дело в том, что вопросов возникает очень много. Сейчас и информации сейчас нет недостатка. Можно нажать, кликнуть в интернете, и тебе высыпется миллион всяких советов. Но дело в том, что они очень противоречивые. Одни говорят, начиная там даже отношение к еде, кормите ребенка только когда по часам. Другие говорят, когда попросит. Или говорят, спать нужно ребенка укладывать отдельно в свои кроватки. Одни ответы. Другие ответы, что ребенка носите все время на руках, спите с ним вместе, и он будет чувствовать себя защищенным. Родители теряются. Так, а где же истина? А истина, как всегда, посередине. Им нужно на что-то опираться. И поэтому они нуждаются в таких вот каких-то разумно проводить какие-то семинары по этим маленьким вопросам конкретной ситуации, которые мы обсуждаем. А истина зависит от того, какие обстоятельства, сколько лет ребенка. Ну, предположим, да, какого психотипа ваш ребенок. Ну, предположим, ребенок обманывает, врет. Родители в ужасе. Когда нужно бить тревогу, а когда нет. Например, 4-5 лет нужно радоваться, что ребенок стал врать. Это креатив такой, да, детский? Да, его мозг развился до такой степени, что он уже может представить себе две реальности и начинает тренировать этот навык. А если ему 18, и попадают вещи из дома. А если ему уже больше 7, это для вас сигнал, что что-то вы делаете не так. Почему ваш ребенок вас обманывает? А я, кстати, вот вы сказали про то, нужно ли держать ребенка на руках. Вот я помню, мне кто-то сказал, где-то я прочел, что самые добрые матери – это те девочки, которых когда-то не спускали с рук. Они вот постоянно сами чувствовали это тепло ротильского объятия. Так вот сейчас они готовы дарить его своим уже детям. Такой вопрос, Галина Альбертовна. Получается, мы поговорили про то, а от чего, в принципе, зависит проблема, в любом случае, от окружения. Как бы нет каких-то таких врожденных, как правило, патологий, с которыми нельзя справиться. Это все вот что... Нет, ну врожденные тоже бывают, но это уже более серьезные медицинские проблемы. Но мы работаем именно с обстановкой, да, вот какая всегда питает... Психолог работает, да. А скажите, вот же будет совсем скоро у нас семинар, кстати, выводы, я помню, проводите, да? Да. Психологический семинар. Да-да-да, я пришла к выводу, что вот эти все маленькие вопросы пока еще не наросли проблемы и просто не пришли к психологу уже с большой проблемой, то все эти маленькие вопросы можно скомпоновать в различные семинары по темам. Вот в данном случае эта тема «Правила и свобода. Где границы?». Это для родителей очень интересная тема, потому что сейчас многие родители просто обуреваемые желанием сделать ребенка счастливым, отрицают то воспитание прошлых поколений, когда авторитарное было больше, с физическими наказаниями. Сейчас все-таки общество более гуманным становится, отказывается от всего этого. Насколько это хорошо, да? И родители попадают в ловушку другой крайности. Они совсем правила не устанавливают. Я тут слышал, есть два таких полярных мнения. Да. В книге книг, будем так называть, написано, что плох тот родитель, который не наказывает свое чадо. А тут одна моя знакомая, девушка сказала, она тоже мама, очень любящая, кстати, мама, она сказала, что ты знаешь, почему вообще родители даже подзатыльник делают там или какой-то поднимают руку на ребенка в воспитательных целях? Только потому, что ребенок не может дать сдачи. Если бы ребенок смог сразу моментально ответить в ответку, то как бы родитель бы призадумался. А это случается после 18-ти. Да, да, да. Не, ну, кстати, надо сказать, что все-таки, да, вот эти все вещи, мы же потом, я вот помню, да, тоже как-то там один раз так замахнулся, потом бился долго сам по рукам, по лицу и по всему. И я вспомнил, да, что у меня крайне был неизвержен, допустим, папа в некоторых моментах, тоже не мог себя держать. И я прям понял, что вот это какая-то детская проекция. Я уже в его шкуре делаю то же самое. В ребенка закладывается такая программа подражания родителей. С помощью этой программы он обучается всему. Мальчики возят машинки, девочки с куколками, и даже поведение в такой конфликтной ситуации тоже копируется. Галина Альбертовна, а вот, допустим, вот ребенок, вот, к примеру, ему лет 6-7, вот он капризничает. Какой самый простой психологический прием, который позволит, ну, или, допустим, у ребенка уже начинается какая-то истерика, там, не знаю, обида, слезы. Вот как быстро нейтрализовать вот это состояние? Ну, смотрите, я немножко вперед загляну. Дело в том, что вообще правила нужны для ребенка. То есть вы где-то, если вы 6 лет, вы сказали? Ну, к примеру, да, вот я сейчас 6-летний мальчик, я плачу перед вами. 6 лет, это значит, что что-то мы вовремя не поставили границы. Границы мы должны установить для ребенка, когда он начинает их пробовать. А это с 2 до 4 лет начинается у ребенка. Он пробует, а где границы моего я, я пошел, я хожу, я делаю что-то, где границы? И вы должны ему показать, вот здесь вот ты можешь сам решать, а вот здесь нет. Мы вот так не будем делать, потому что драться нельзя, маленькую сестричку обижать нельзя, и, пожалуйста, не делай это. И раз, и два, и вы должны последовательно обязать, и твердо. Надо объяснять, почему нельзя, потому что слово нельзя тоже как раз. Один раз достаточно объяснить, а потом просто взять за руку, мы еще поведением воспитываем таких маленьких детей. Взять за руку, отвести, сказать, нет, так не будет. Я понимаю тебя, что она отняла твой кубик, твою игрушку, но драться мы не будем. И это делать твердо и не укостительно. Когда если с 2 до 4 он понял свои границы, понял, что вы доминирующий родитель, любящий, но доминирующий все-таки родитель, то он уже перестанет их понимать правила игры. На конкретном примере у меня есть любимая кружка и ваша любимая кружка. Я ее начинаю отбирать, но я ребенок. Остановите меня, я ее тяну уже. Что вы в данном случае сделаете? Вы тянете мою любимую кружку? Да, 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 да. Ее нельзя трогать. Я останавливаю, говорю. Дорогой мой, тебе так хочется мою кружечку трогать. Ты знаешь, я тебя понимаю, но эта кружка будет только моя. И, пожалуйста, ее никогда не трогай. И я начинаю истерить. Если вы начинаете плакать, я вас успокою, но скажу, но все-таки кружечку трогать не надо. Понятно. Скажите тогда, Галина Альбертовна, как можно обратиться к психологу в Центре развития семьи «Ты да я»? Как это можно сделать? Ну, в Центр можно позвонить, записаться. Длинная ли у вас очередь вообще на запись? Ну, пока есть места. Записаться на наш семинар и приходить. Психологов много, да, в Центре? Ну, и отецких психологов. Там есть еще психолог работы с семьей. Есть благотворительное направление работы этого Центра. И есть просветительская работа. Скажите, пожалуйста, а когда тот самый семинар для родителей будет проходить? В этом месяце, в ближайшее время? 12-го числа в среду. 12-го числа в среду. Послезавтра. И это на территории Центра «Ты да я», да, видимо? Да. Хорошо. Мы еще раз, друзья, мы всех призываем родителей почаще смотреть в глаза своим детям и понимать, что перед вами личность, да? Да. Человек с собственной энергетикой, с собственной вселенной, с собственным пониманием жизни. Не ломайте детские сердца. Ну, а мы говорим о том, что Галина Трутнева – это детский психолог высшей категории Центра развития семьи «Ты да я». Сегодня была гостем нашего прямого эфира. Мы дарим вам, Галина Альбертовна, это замечательный зерновой кофе. Спасибо. Пускай он вас бодрит по утрам. А это, кстати, кофейник на театральный, собственно, тот кофе, который мы уже с вами сегодня пьем. Спасибо большое. Еще раз память о нашем сегодняшнем эфире, о нашей встрече, и будем рады видеть вас почаще. Ну, а у нас короткая реклама, дамы и господа, и после которой мы снова с вами увидимся. Ай, я привязана.